Приветствую вас, и давайте для начала немножечко уточним. Уточним, что значит расставание с мужем. То есть вы сейчас с ним не вместе, и именно потому что вы не вместе, вам тяжело, вы не можете поделить это расставание. Или вы расстались с ним в результате ссоры, в результате конфликта, в результате, ну, скажем так, парногласий, и это вам не дает покоя. Это важно, потому что, во-первых, ну, надеюсь понятно, что в двух этих вариантах совершенно разный подход к решению проблемы. Если в первой ситуации, когда вы расстались просто, скажем так, на время, достаточно всего лишь тогда отвлечься и пережить этот момент, ведь у вас есть четкая цель. Четкая цель – это обязательное воссоединение в будущем вас с мужем. То во втором случае понятно, ничего такого нет, во втором случае понятно, вам нужно просто пережить то, что вы больше, по сути, не с любимым человеком, а это очень тяжело. Так вот, знаете, первый вариант мы рассматривать, наверное, здесь не будем, потому что он достаточно простой. Первый вариант, он завязан на том, чтобы заниматься своим делом, максимально занимать себя, снизить уровень свободного времени, иначе говоря, времени для того, чтобы грустить и переживать, до минимума. Максимально уставать, можем общаться позитивно и правильно, ну, смысл правильно, я имею ввиду не ввязываться в какие-то ссоры, там, конфликты, вот это вот все. Чтобы он видел, чтобы он видел, что вы его любите, ждете, хотите быть с ним, и, собственно говоря, ожидаете вовсю, когда вы будете вместе. Этот момент, это поведение является правильным. В данном случае, в данной ситуации, при условии, конечно, что у вас есть надежда, у вас есть перспектива воссоединиться, есть перспектива того, что вы будете вместе. А вот если вы расстались с мужем все-таки именно совсем, то есть без перспективы развить, без перспективы воссоединения, то вот здесь ситуация, конечно, гораздо сложнее. Дело в том, что, во-первых, нужно вас спросить, любите ли вы своего супруга. Судя по вашим сообщениям, судя по вашему сообщению, да, любите. Если любите, значит, наверное, желаете ему счастья. Если любите, значит, наверное, хотите, чтобы у мужчины все было хорошо. Раз так, то тогда нужно отдельно сказать, что, простите, но мужчина ушел от вас. Или, иначе говоря, вы расстались с ним. Именно по той причине, что ему с вами перестало быть хорошо. Ему стало с вами недостаточно хорошо. Он с вами недостаточно стал счастлив. И это является ключевым моментом в понимании того, что между вами происходит. Дальше, нужно осознать суть конфликта. То есть, если этот конфликт произошел между вами, то ни один конфликт, и не остав ссора, не приведет к расставанию между людьми. А это значит, что ссора была лишь поводом. Поводом для проявления, по сути, того, что было уже давно. Поводом для проявления, например, нежелания вашего мужа быть с вами. Поводом для того, чтобы в мужчине можно было жить дальше. Ну и так далее, и так далее. То есть, вам нужно, если вы своего мужчину любите, подходить к тому, что случилось в позиции именно того, что он сейчас счастлив, ему хорошо. Это вы не можете с этой позиции на вещи смотреть. Это значит, что вы через мужчину что-то получали для себя. То есть, какие-то желания, свои собственные, вы через мужчину удовлетворяете. И вот этот момент, этот момент, тоже нужно для себя прояснить. Какие желания, что вы получали, чтобы получить самостоятельно, удовлетворять это не через мужчину, а напрямую, без привязки к человеку. Это избавит вас от негативных эмоций, от негативных переживаний. Это поможет вам стать более независимой от него. Ну, а дальше нужно сказать так, что когда человек живет другим, то создаются определенные модели поведения. Создаются определенные привычные условия, которые являются для человека комфортными. Сейчас, когда вы за своим мужем расстались, у вас некомфортные, непривычные условия. И это, конечно же, рождает тревожно, потому что вы, ну, оказались в ситуации, когда у вас нет никаких определенных решений. Так вот, то, что вам нужно сделать, это просто, опять-таки, пережить этот момент. Момент адаптации к новым для вас условиям. Лучше всего это делать через активное взаимодействие с другими людьми, через активное занятие какой-либо деятельности, через уставание. Тогда вы быстрее привыкнете к новым условиям. И, соответственно, переживание по расставанию именно на уровне поведения будет для вас существенно легче. А вообще-то говоря, оно будет сводиться к кулю, потому что вы привыкнете к тому, как вы живете сейчас. Вот, в принципе, и все, что можно вам сказать в контексте вашего вопроса. Вопрос достаточно общий вы задали, без какой-либо конкретной информации. И для получения рекомендаций более, так сказать, целевых, более узконаправленных, Пожалуйста, напишите мне в личку, если хотите проработать свою проблему дальше. Не рекомендую вам дополнять вопрос, потому что дополнения можно просто не увидеть. Они не очень удачно отображаются на сайте. Поэтому, пожалуйста, напишите в личку, если вы хотите работать дальше, если вы хотите получить более узкие рекомендации по вашей проблеме. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Желаю вам всего доброго и удачи!